Добрый день! Ласково цветет глициния, как пела Навела Матвеева. И глициния цветет сегодня, 20 апреля, в Киото. Ее можно увидеть очень много где. И тут маленькая детская площадка в центре Киото. И очень старое растение глицинии, которое как раз зацветает. Глициния это очень интересный род древесных лиан, распространенных как в Азии, так и в Северной Америке. Отсюда интересная история про название глициния. По-русски называется глициния. А по-латыни и во многих других языках называется вистерия. Это связано с тем, что сначала линей отнес глицинию к роду соя, глицина. И, конечно же, после линей обнаружилось, что это растение не похоже на сою. На самом деле похож практически только цвет цветков, такой темно-фиолетовый. И ее решили перенести в отдельный род. Причем в отдельный род перенесли американский вид. Потому что глициния растет не только в Азии, но и в Америке. Это называется восточно-азиатская восточно-североамериканская дизюнкция. Когда растения бывают на востоке Азии и на востоке Северной Америки. Так вот, американский вид выделили в особый род. Вистерия в честь вистара. Опять же, странная история, почему в честь вистара растение называется вистерия. Но так и до сих пор непонятно. И растение называется вистерия. А по-японски это растение называется ровно так же, как знаменитая гора Фуджи. Видов у вистерии, глицении или Фуджи несколько. И в Японии чаще всего культивируют китайскую или японскую. Вот это, на мой взгляд, китайская глициния вистерия синензис. Растение, у которого довольно короткие листочки и не очень длинные кисти цветков. У японской глицинии, у настоящей Фуджи, у нее гораздо более длинные соцветия. И так же более длинные листья. Еще цветет она позже, обычно в мае. И вот наряду с красотой ее, с пахтающими красивыми цветками, у глицинии есть, как сказать, темные стороны. Во-первых, посмотрите на ствол. Ствол плоский. Это потому, что глициния это лианодушитель. Это растение типично растет в лесу. И плоский ствол необходим ему для того, чтобы прижиматься тесно к коре деревьев, вокруг которых она вращается. Этот ствол растет, и время от времени возникают ситуации, когда растущий ствол глицинии растет слишком быстро и убивает то растение, на котором он растет. Так это называется лианодушитель. И второе свойство – это ее ядовитость. То есть, в отличие от сои, который сначала отнес ее Линей, семена глицинии очень ядовиты. Поэтому очень не рекомендую давать играть плоды глицинии и семена ее детям, потому что они таскают в рост все, что не попадя, к сожалению, и могут съесть ядовитые семена глицинии. То есть, не все то, что красиво, абсолютно безопасно. Когда же она цветет? Это одно из самых красивых растений на свете. Это, еще раз, цветущая глициния, китайская глициния в Киото. Субтитры создавал DimaTorzok